Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня предлагаю поговорить об очень достойной пряности, которая нашла свое применение в народной медицине. Это пряность лавровый лист. У лаврового листа очень много полезных свойств. Во-первых, он питает организм витаминами, микроэлементами. Лавровый лист прекрасное отхаркивающее средство. Это природный антисептик. Подавляет мышечные боли, укрепляет общий иммунитет организма и также оказывает выраженный мочегонный эффект, то есть, способствует снятию отечности. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Во-первых, лавровый лист для меня стал открытием в начале этого лета, как прекрасное средство от кашля. Видео есть у меня на канале, я ссылочку обязательно оставлю в инфобоксе. Рецепт вам напомню. Необходимо в кастрюлю вылить 1 стакан воды, добавить 1 столовую ложку пищевой соды, 3 листика лавровых листа и кипятить это все в течение 10 минут на медленном огне. Раствор должен стать коричневого цвета, затем перелить его в стакан, дать остыть, добавить 1 столовую ложку меда и в течение дня пить по 1 столовой ложке 3 раза в день этот настой. Очень хорошо этот настой помогает от кашля. Если каши не запущены, то можно вылить и в течение 1 дня. Второй рецепт с лавровым листом поможет снизить мочевую кислоту. Этим рецептом пользовался мой муж и рецепт действительно работает. Для этого необходимо 1 стаканом кипятка залить 5 листиков лаврового листа, дать недолго настояться, час-два, и затем в течение 7 дней пить по 1 глотку этого настоя. Анализы супруга показали, что этот рецепт работает, но могу вам сказать, что применять их внутрь настоя с лавровым листом нужно очень осторожно, потому что есть много противопоказаний, поэтому перед применением консультируйтесь со специалистом. Однозначно нельзя принимать лавровый лист беременным, кормящим женщинам и, конечно же, детям. Хорошо лавровое масло укрепляет и поднимает иммунитет. Я такое масло заказывала на Азоне, продается оно во многих интернет-магазинах, стоит в принципе недорого, порядка 300 рублей. Значит, такое масло, оно у меня было смешано с подсолнечным, сразу такое продавалось. Я пила в течение 2 недель по 1 чайной ложечке. Эффект очень хороший, сразу же отражается на коже, он становится более чистой, более гладкой, блестящей. Поэтому при возможности обязательно попробуйте, может быть, такое масло продается и в супермаркетах, я просто не обращала внимания, мне кажется, сейчас крепкий иммунитет никому не помешает. Благотворный лавровый лист влияет на волосы. Если полоскать настоем из лаврового листа волосы хотя бы 1 раз в неделю, то они будут очень блестящие, рассыпчатые, шелковистые, проходит перхоть, волосы меньше секутся и меньше выпадают. Готовится настой очень просто, необходимо в 1 литр крутого кипятка добавить 10 листочков лаврового листа. Дать настояться час-два, волосы необходимо помыть привычным способом, то есть шампунем, бальзамом. В конце необходимо полоснуть вот таким вот полезным настоем из лаврового листа. Уверяю вас, что с первой процедуры результат вас удивит. 100% лавровый лист помогает при отеках. Можно делать как ванночки, так и компрессы. Если не знали этот рецепт, давайте расскажу. Необходимо 500 мл кипятка, добавить в этот кипяток 15 листиков лаврового листа, дать настояться 2 часа, затем раствор процедить. Для того, чтобы сделать ванночки, раствор в дальнейшем необходимо развести теплой водой и опустить ноги на 20 минут. Отеки очень быстро проходят, облегчение наступает после первой процедуры. Из лаврового листа можно приготовить полезный лосьон для кожи. Этот лосьон нормализует работу сальных желез и снимает отечность на лице. Готовится лосьон очень просто. Необходимо взять 1 стакан кипятка, добавить в него небольшую горсточку лавровых листьев, закрыть крышкой и дать настояться 2 часа. Затем настой процедить. Вот здесь у меня в чашечке уже процежен настой. И к этому настою добавить 2 столовые ложки лимонного сока. Таким настойом необходимо протирать кожу лица и шеи утром и вечером. Это поможет сохранить молодость вашей кожи. Кожа будет выглядеть здоровой и замедляется процесс старения. Друзья, обязательно попробуйте. И бюджетно, и действительно полезно. И последнее, что я делаю из лаврового листа, это маска от прыщей. Друзья, если никогда не пробовали такую маску, то обязательно возьмите на заметку рецепт. В 1 стакан кипятка добавляю 5 листиков лаврового листа. Даю настояться 10 минут, не дольше. Затем лавровые листья убираю. И добавляю косметическую глину, абсолютно любую. У меня сегодня голубая глина. Добавить нужно столько, чтобы маска стала консистенцией густой сметаны. Чтобы она легко наносилась на лицо и не стекала. Маску необходимо нанести на лицо, держать 15 минут. Затем масочку необходимо смыть теплой водой. Эффект виден через 2-3 процедуры. Лицо становится чистое, без прыщей, кожа гладкая, блестящая, здоровая. Поэтому, друзья, тоже обязательно попробуйте такую маску. Уверена, что вам результат понравится. На этом, друзья, у меня сегодня все. В комментариях напишите, где вы используете лавровый лист. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Задавайте вопросы, дополняйте меня. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.